Говорю, да ему вам важно вести, будь ласка. Да нет, на самом деле, хочется и голову не опускать, картина маслом, что ж тут скажешь. Мы настраивались на победу сегодня, и играли сегодня две команды, которые претендуют на попадание вместо верхней шестерки, за место под солнцем, две равноценных команды, две команды, борющиеся за высокие места. И я хочу сказать, что мы не можем тоже тянуть, у нас такая команда, что выпадает 2-3 человека, и у нас есть проблемы в команде, вот у нас такая команда, потому что некоторые ребята должны понимать, что фамилии сегодня не решают в футболе, фамилии сегодня не играют в футбол, сегодня играют в футбол многие, были футболисты такие, как Шевченко, ну ушел Шевченко, появились другие футболисты, появились там Ярмоленко и так далее. Ушел Ярмоленко, появились новые футболисты, я говорю, за великий клуб. То же самое и здесь, но надо задуматься, если мы о чем-то договариваемся, надо на поле выходить и отдаваться, костьми лечь, но за коллектив, за команду. Мы не можем отдуваться на Шарпаре, на Чижове и на других ребятах. И все, что происходит, там много критики, мы выслушали за это время, заслуженной критики от вас, господин Влад, и от ваших коллег. Много незаслуженной тоже критики, потому что много говорят о том, что люди там, зная проблемы или не зная проблемы, мы знаем их, мы знаем их изнутри. Я понимал и знал, что нам будет очень тяжело. Мы понимали это. Нужна перезагрузка, нужны ребятам немножко тоже. Но тем не менее, как бы там ни было, я на стороне ребят, я за ребят. Мы в любом случае будем их поддерживать, но некоторые ребята должны принять для себя решение. Нести ответственность за содеянное, за то, что происходит сегодня в команде, в клубе. Руководители делают на сегодняшний день все возможное, чтобы поддерживать команду, чтобы мы решали поставленные задачи. Как бы нам там тяжело не было, мы до последнего тура все равно будем их решать. Кто-то выпадает, появляются новые игроки. Но сегодня мы, не только сегодня, мы предоставляем шанс каждому. Нас преследуют немножко травмы, выбивают из колеи. И Пердута, сейчас выпал Игорь, одни из лидеров команды. И Чесноков, в середине поля. Дима Кравченко не восстановился, и Скляр, который работает на отбор. Но сегодня первый тайм безобразнейший. Мы говорим об одном, совсем другое на поле. К некоторым ребятам я хочу тоже сказать спасибо. Какие вопросы, когда отдаются, стелятся, получают карточки, удаление. Ну что ж, это так бывает в футболе. Готовы выслушать вопросы? Да, давай это питание. Господин Влад. У меня по традиции не один вопрос. В последних играх, и в этой тоже, вы были вынуждены делать быстрые замены. Сегодня, ну, в первом тайме уже. Сегодня Кабахидзе ушел с поля уже в первом тайме. С чем это связано? Вы просто поменяли... Это ваши тактические какие-то соображения, или он тоже травмировался? Есть на поле такое понятие, как дисциплина, и выполнение тренерской установки, и нужно, ну, дорабатывать. Сандров сегодня что-то не получилось, не вошел в игру, так бывает. Поэтому сделали замены. Я вас понял. И второй вопрос. На Борску, несмотря на то, что немного людей, по сравнению даже с прошлыми годами, во всей Украине посещаемость снизилась, но, тем не менее, есть люди, которые ходят постоянно на каждый матч. В прошлой домашней игре они увидели ужас. Сегодня, как вы считаете, команда реабилитировалась за то, что было в матче с Карпатами? Перед зрителями в первую очередь. Ну, считать будете вы, я не знаю, как считают, ужас или не ужас. Наша задача работать в ужасе, либо же не в ужасе, либо же в комфорте, но нам нужно решать запоставленные задачи. Мне некогда отвлекаться на те вопросы, которые вы задаете, понимаете. Я знаю все моменты, которые происходят внутри команды, и мы пытаемся их устранить. Что-то получается у нас, что-то у нас не получается. Я вам когда-то говорил, что не все и всегда зависит от главного тренера. Бывают и такие моменты. Но ни в коем случае я с себя ответственность не снимаю. Я несу ответственность. Готов отвечать. Плохо, но мне руководителям есть что ответить. Перед общественностью, конечно, нам хочется выигрывать. Я отвечаю на ваш вопрос, что значит, реабилитировались мы или нет. Перед кем мы должны реабилитироваться. Перед людьми, которые приходят на стадион в любую... Нет, мы должны себе задать вопросы и получить на них ответы, понимаете. Чего мы хотим в этой жизни. И каждый из футболистов должен задать себе вопрос. Чего я могу, чего я хочу вообще определиться в жизни. Если я уже не могу, мне надо заканчивать футбол. Не надо позориться, не надо подводить команду. Если я могу, то надо выходить и о чем договариваться, отрабатывать. Потому что нельзя жить в прошлом. Спорт в жизни это такая штука. А в спорте, тем более в футболе, мелочей не бывает. А если эти мелочи не одни, то приводят к тому, что приводит сейчас в Орскле. И ставятся перед нами высокие задачи. Влад, вы ставите перед нами высокие задачи. Я могу поправить, почему вы ставите третье место, почему не первое. Но надо в реалии жить. Я знаю, что нам сегодня тяжело будет решать эти задачи. Но потенциал есть у команды. Есть пропасть между ребятами постарше и молодежью. Это тоже надо заполнять. Это тоже вопросы не только к главному тренеру. И все, что происходит, привело к сегодняшнему. Мы прижимаемся в угол. И на сегодня еще не потеряно. Еще у нас есть одна игра, которая либо же под солнце, либо же туда, где будет предоставляться шанс уже другим ребятам, молодым ребятам. Зачем нам? И клуб, и руководители, я их понимаю, и они будут правы, если они скажут. Давай молодежь будет играть. Зачем же нам? Футболисты, которые не играют. Еще какие-то вопросы, Влад? У меня все. Да, извините. Скажите, пожалуйста, попереду один из изначальных матчей с Арсеналом, а остальные три матча, команда не забивает. Как планируете вырешивать эту проблему? За рахунок чего планируете вырешивать? Будем забивать. Что ж, не забивали, будем забивать. У нас в графе ничьих был ноль. Сегодня у нас уже очко, уже прогресс есть. В следующей игре уже, надеемся, будем забивать немножко. Работаем над... На тренировках мы забиваем вратарям, руки отбиваем, балуемся там. Ну, я образно говорю. Работаем в этом направлении, ребята понимают. И опять же, идет и давление на нападающих. Ну, это не отговорки. Конечно, будет давление, если не забиваете вы, ребята. Ну, что? Ну, общественность требует, задает вопросы. Тренер говорит о том, что он... Тебе надо забивать, парень. Ты же нападающий, ты нас три, ты обязан забивать. Ну, нету сегодня лидера, который бы вышел и решил эти моменты. Раньше были. Сегодня, ну, вот так вот. Такая наша наша на сегодня. Надо воспринимать все как есть. И я повторюсь, я не хочу, чтобы, как бы ты мне был, я все равно буду на стороне команды. Есть команда, есть коллектив, он был, он есть. Команда, та, которая еще вчера достигала каких-то результатов, каких-то целей, целей. И их на руках носили. Но жизнь футбольная и спортивная всегда такова. И я ребятам об этом говорю. Ребята, вас вчера на руках носили? Сегодня вас заплюют, потому что вы спортсмены, вы на виду, а вас говорит общественность, вы под микроскопом. Вы должны понимать, прошлым нельзя жить. Будем забивать, будем работать. Забьем обязательно. Когда-то это случится. Я уверен в этом. Есть еще вопросы?